В 2018 год для окружного института уполномоченного стал точкой роста в правозащитной деятельности. На очередной сессии регионального парламента уполномоченный по правам человека в Ненецком округе Лариса Сверидова представила ежегодный доклад о своей деятельности. В итоговом документе отражены основные проблемы соблюдения конституционных прав и свобод человека в регионе за 2018 год. В докладе содержится мониторинг правозащитной ситуации, итоги личных приемов граждан и встреч с активами окружных социально ориентированных некоммерческих организаций. В течение года предметом пристального внимания уполномоченного были права разных категорий граждан. Лиц с ограниченными возможностями здоровья, семей с детьми, лиц из числа детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, лиц, находящихся в условиях лишения свободы, мигрантов, малоимущих граждан, пенсионеров. Жители региона в первую очередь волнуют жилищные вопросы. Это почти 80% обращений. Жилищная проблема, как и в прошлые годы, занимает первое место по количеству обращений. Их поступило 56. Предметом обращений стали вопросы переселения из ветхого и аварийного жилья, благоприятные климатические районы, капремонт многоквартирных домов, обеспечение жильем отдельных категорий граждан. Всего в прошлом году было рассмотрено 297 обращений. Больше всего обращений получено от жителей города Нарьинмара – 126, из сельских населенных пунктов – 67. С каждым годом растет количество обращений, полученных через социальные сети. 38% обращений затрагивают тему нарушения трудовых отношений, нарушения трудовых договоров, задержки заработной платы. В рамках обращений работников об анкрутившихся Нарьинмар-строя и оленеводов СПК Индиго об оказании содействия в восстановлении их права на выплату заработной оплаты, уполномоченный принял непосредственное участие в решении вопроса о погашении задолженности. Значимыми для жителей регионов стали также вопросы охраны здоровья и качества оказания медицинской помощи. В 2018 году в адрес уполномоченного поступило 28 обращений по вопросам обжалования, действия либо бездействия руководства лечебных учреждений и врачей, доступности оказания медицинских услуг узкопрофильными специалистами, точности установления диагноза, назначения лекарств, реабилитации детей и взрослых с речевыми отклонениями, отсутствие профессиональной подготовки в работе с пациентами, преклонного возраста, равнодушие. Пациент длительное время находился в лечении в больнице с бытовой травмой, а выздоровление не наступало. Обращение к лечащему врачу и руководству учреждения было безрезультатным. Совместно с профильным департаментом была проведена проверка фактов. Пациент был направлен в ведущую медицинскую организацию страны, где был прооперирован и выздоравливает. Затрагивая медицинскую тему, депутаты задали вопрос амбунтсмену относительно питания в медицинских учреждениях региона. Неоднократно на страницах и пресс, и я думаю, только ленивый не знал эту проблему медфуда, которая потихонечку начала решаться. Такой вопрос, были ли к вам обращения? Нами было внесено предложение отказаться от ланчбоксов, вести жесткий контроль и видеонаблюдение в зоне готовки, потому что на сегодняшний момент мы имеем две проблемы. Когда наши студенты наших образовательных учреждений приходят, их берут на работу, вот почему я обозначила проблему качества образования среднего специального, потому что готовят наши ребята, трудоустроены наши ребята, и от смены к смене качество готовки изменяется. На одну смену жалуются пациенты, как готовится и какое качество пищи, в другой смене претензий нет. Также в докладе было отмечено, что в 2018 году повышенное внимание правозащитников было обращено к проблемам коренных малочисленных народов Севера. В свою очередь депутат Матвей Чупров поблагодарил обмудсмена в оперативном решении проблемы. Когда в Тундру у нас поставлялись лекарства для лениводов, некачественные и просроченные, вы очень активно подключились, вопрос был действительно решен, вы очень хорошо отработали с профильным департаментом, действительно сейчас у нас аптечки с просроченными лекарствами больше в Тундру не поступает. В 2018 году получили развитие инициативы уполномоченного, в том числе проект «Арктическая школа права как ресурс развития Ненецкого автономного округа», который вошел в федеральный правопросветительский проект «Школа правозащитников», реализуемый под эгидой уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.